привет друзья вы на канале азбука груминга и этот выпуск наверное должен был начинать наш блог породных сюжетов потому что сегодня мы отправляемся к заводчику пуделей любимых родных пуделей с опытом работы и жизни с породой более 30 лет будет огонь классно интересно дальше больше ничего не буду говорить главное не забывайте мы есть не только на ю тубе еще на яндекс цен вконтакте и в телеграме поехали да для меня пудель это мерседес я люблю пуделей собак не бывает это как бы пудели но это не пудели надо быть раз в полгода отлично мы туда ложку меда затем немножечко водочки будем варить зелье давай давай начнем щенки шоу-класс не рождаются каждый день мода и популярность на какую-то породу убивает эту породу это собака которая должна жить рядом с нами я сегодня буду задавать глупые вопросы тебе нужно будет давать красивые развернутые ответы мне бы хотелось чтобы мы начали это интервью с такой такого введения в породу пудель что это не просто одна порода и вот я хочу пуделя что в рамках этого короткого слова хранится целых большое разнообразие размеров цветов и как минимум 24 породы да это наверное самый сложный даже вопрос который звучит регулярно который звучит регулярно когда люди пишут мы хотим щенка пуделя начинается взрыв мозга какого пуделя вы хотите 24 порода внутри одной породы я хочу немного рассказать подробнее у нас порода пудель делится по ростовым категориям по росту у нас до 28 сантиметров это той пудель от 28 до 35 это миниатюра или карликовый пудель от 35 до 45 это средний пудель или раньше мы его называли малый и большой пудель или стандартный пудель это все что выше 45 до 62 плюс внутри породы еще существует огромная цветовая гамма черно-белый коричневый это классические окрасы и серебристый абрикосовый и красный это современные окрасы которые в общем то отвечая на вопрос до современные так давно были зарегистрированы официально признаны говоря о ростовых разновидностях начнем наверное с этого первое я знаю что пудели переходят из одной породы в другую перерастают или не дорастаются бывает что люди купили то и у них приходит на стрижку хороший средний пудель бывает наоборот но наверное немного реже как вообще с этим быть если люди сталкиваются и покупая щенка как им предостеречь себя от такого момента предостеречь себя достаточно сложно наверное особенно если вы покупаете собаку не виде родителей не знаю кто есть папа и мама какие предки какие бабушки и дедушки иногда мы можем предугадать эти генетические мутации на увеличение или на уменьшение изначально но следуя виде родителей родителей предков знаю родословное в некоторых случаях эти генетические мутации на уменьшение ген-уменьшитель ген-уменьшитель может произойти неожиданно так как это было со мной например вдруг мы получили очень маленькую собаку от достаточно крупных. Что с этим делать? В возрасте, когда собака уже выросла, в год я повела свою собаку на выставку, где мне сделали описание, написали размер собаки, промеры. И на основании этого, и общепометные щенячьи карточки, из миниатюры перевели в совершенно другую ростовую границу, совершенно в другую породу, так называемую. Той-пудель. Ну, то есть в этом ничего страшного нет. Если владельцы купили тоя, и у них вырос среднего размера карлик, по большому счету это не заводчик обманул, а просто так случилось, так бывает. Так бывает, так бывает. И смотри, порода пудель имеет один стандарт. То есть в принципе собака не меняется, меняя свой рост. Если это ростовая граница, ну, например, на 1, 2, 3 сантиметра, 28 это той пудель, а 29 это уже миниатюра, это уже другая порода. 1 сантиметр для владельца, я думаю, что будет некритично. Если он не собирается покорять мировые какие-то вершины. Но здесь мы не можем, наверное, четко предостеречь, вот какого сантиметра до миллиметра будет собака в будущем. Это всегда у нас лотерея. Бывает, что собака растет, и ее домеряют, да? Доросла, не доросла, или переросла, не переросла. Ростомер, наверное, для заводчика в момент роста собаки до полного созревания, до полного формирования, ну, это лучший друг, чтобы понять, какая порода. Особенно тот, кто ходит вот на гранях 27-28, 30, вот эти вот роста, конечно, сложно. Самое главное, ты знаешь, Даш, здесь, наверное, не рост, а как собака выглядит, как она построена, насколько она здорова, и какой у нее характер. Для меня, наверное, не сантиметры будут важны, а именно другая история. Это Алиса. Сегодня на ней покажем, как и чем помыть для дома, для владельцев, как выполнить гигиеническую стрижку. Но прежде чем мы перейдем к непосредственно грумингу, расскажи, пожалуйста, о типах шерсти пуделя. Есть теории, что это ось с подшерстком, что это только ось, только подшерсток, и вообще какая-то путаница с этим всем. Ну, здесь, наверное, все просто. Во-первых, волос у пуделя у нас есть шнурообразный и кудрявый. Как это увидеть? Давай начнем с этого. Первое, вот смотрите, самое простое, чтобы нам понять, какой структуры волос, мы можем посмотреть на собаку, которая еще пока не мытая, то есть не расчесанная. Если вы посмотрите на лапы, которые... То есть ее можно расшнурить? Абсолютно. Класс. Мы можем отращивать шерсть. У нас будет в следующем году шнуровой пудель. Да. Мы можем отращивать эту шерсть. И не расчесывать. Но единственное, что очень важно, вот эти все шнуры после мытья между собой разбирать. Иначе они, конечно же, сваляются. То есть неважно, шнуровой это или кудрявый пудель, в любом случае мы должны ухаживать за шерстью. Если это шнуры, после мытья их разбираем между собой, чтобы они у корней не спутывались. И когда шнур, отрастая, извини меня, превращается в колтун, грубо говоря, но колтун каждый друг от друга, отдельный, то получается такой прям вот шнур. По аналогии мы можем провести такие породы, как командор, пули. Ну, как будто у командора какие-то совсем дреды, а у пуделей все-таки тоненькие шнурочки. Или это зависит от способа? Нет, это зависит от структуры шерсти. Видишь, здесь мелкие шнуры. То есть мы можем разбирать на мелкие шнуры. Чаще всего у стандартного пуделя это будет чуть более толстая такая вот косичка. А если шерсть после мытья нерасчесанная больше имеет кудрявую основу, то это, можно сказать, кудрявая шерсть. То есть она не в шнуры сваливается, а уже в кудри. Соответственно, такую шерсть, конечно же, можно сделать шнурой, но это более долгий процесс, возможно. А то, что у нас вот здесь не шнурится, потому что здесь короткая длина? Ну, во-первых, она короткая даже. Нет, а ты посмотри, она шнурится. Просто она более короткая. И если ты это отрастишь подлиннее и не будешь расчесывать после мытья, у тебя тоже она будет входить в шнуры. Да. Дальше про структуру. Значит, очень тяжело отделить по типам шерсти. То есть у пуделя не бывает жесткошерстного, краткошерстного. Это как бы не тип шерсти, это структура. Лучшая структура для пуделя – это все-таки плотная, густая, с хорошей такой набитостью шерсть. У пуделя преобладает все-таки в структуре шерсти подшерсток вторичный волос. И если мы посмотрим внимательно, то основная, основной волосяной покров – это вот как раз более тонкий, или же не очень тонкий вторичный волос. Но и наличие остевого волоса мы можем с вами увидеть. Как можно увидеть наличие вторичного волоса? Очень интересно, когда собака немного обрастает, если посмотреть внимательно, то вот сверху над основным волосяным покровом будут тонкие… Тонкие такие, как прутьи. Да, да, да. Это вот как раз остевой. Это остевой волос. Он есть у собаки, он есть. Но он не в таком большом количестве подшерсток, который абсолютно другой, в отличие, например, от шпица. То есть если у шпица этот подшерсток, он дорастает до какого-то определенной длины, обладает определенной формой структуры и вылинивает, то у пуделя это подшерсток совершенно другого назначения, который растет бесконечно и практически не вылинивает, который мы все время либо вычесываем, либо состригаем. Отлично. И здесь же мы можем закрепить тот факт, что, по сути, условно, пудель не линяет. То есть у нас, живя в квартире, это одна из немногих собак, с которых шерсти, в принципе, нет. Небольшая часть, естественно, отмирает, но она выходит при сушке и при мытье. Да. Я хочу сказать так, что в мире не существует нелиняющих собак. Так же, как и у людей, какое-то количество шерсти в сутки все равно выходит. Но первое, за счет очень густого волосяного покрова это не выпадает в таком объеме. И второе, при регулярном уходе за шерстью, когда мы ее регулярно расчесываем и купаем, эта шерсть остается на расческе или состригается. Говоря о регулярности ухода, как часто и что мы дома должны делать с пуделью? Я стараюсь достаточно часто собак мыть. Ну, достаточно часто, это насколько. По мере необходимости, по мере загрязнения. И, ну, например, летом, осенью и весной, когда большая грязь, раз в неделю, раз в 10 дней, это обязательно. Я мою своих собак. А, например, зимой, когда достаточно чисто, чистый снег, то я буду мыть, возможно, раз в 2 недели. А таких взрослых собак, которые уже, например, у меня подстрижены в более короткую стрижку, может быть, даже раз в 3 недели. Потому что они просто чистые. Сейчас приходят в комментарии, люди старые закалки и говорят, вы что, с ума сошли? Нельзя мыть раз в 7 дней собаку, надо мыть раз в полгода. Отлично. Что будет с пудельом, если мы будем мыть его раз в полгода? Я всегда вспоминаю, откуда это пошло. Та старая закалка. И когда собаки, скажем так, в 60-е, 70-е годы жили в основном во дворе, если мы посмотрим, то в основном вся информация о мытье шла от ветеринаров. И поскольку, почему я вспомнила, что они жили во дворе, поскольку в основном все собаки жили во дворах, в квартирах это был нонсенс, это вот, в общем-то, только, ну, там, не все люди могли себе позволить держать собаку в квартире. Как это вообще в квартире? Это, ну, не совсем так это было, как сейчас. Действительно, если вы уличную собаку будете мыть часто, то она, к сожалению, может заболеть. А потом нужно вспоминать, что люди старой закалки тогда не имели ни шампуней, ни, тем более, кондиционеров, вообще ничего. Мыли там чуть ли не мылым и ополаскивали чуть ли не уксусом, вернее, разведенным, конечно же, с водой нам в большом количестве. Делали маски там из болтушки, из яиц. Даже я застала рецепт, там, столовая ложка уксуса, водки и шампуня смешать и все это равномерно посоваривать. Да, вообще, да. Много было, Даша. На самом деле, рецептов было много, и я в середине 90-х, в конце 90-х, когда не было такой косметики, все эти болтушки соединяло, мы брали 2 чайных ложки репейного масла, мы брали белок, там, двух яиц, мы туда ложку меда, затем немножечко водочки. Интересно, если кто это использовал, напишите нам в комментариях свои разные рецепты, по которым раньше мыли собак. Я думаю, подрезюмировать мы можем, что моем так часто, как необходимо, главное, с кондиционером, с правильной косметикой. Да, главное, что действительно, когда вы смываете всю защитную часть шерсти и кожи, то есть то, что у нас собаки защищают кожу от всех внешних факторов, вы потом обязательно это восстанавливаете. За счет чего? За счет хорошей косметики и обязательно кондиционера. Ну, я уже много, наверное, лет даже не представляю, как не использовать кондиционер. Это просто невозможно. Причем сразу хочу сказать, не два в одном, как многие думают, ну, два в одном. Кондиционер с шампунем взяли, и все случилось. Нет, отдельно шампунь, отдельно кондиционер. И, ну, еще я беру отдельно очищающий шампунь отдельно по типу шерсти и отдельно... Нет, мы сейчас все сделаем. Отлично. Говоря о том, что независимо от размера, собака обладает одними и теми же качествами. Все-таки характер и какие-то черты поведения отличаются. Будет у нас это то, или будет это стандарт? Или все, что мы сегодня будем говорить, это вот прям подходит для любой разновидности? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Здесь, как и в общем, мы можем провести параллели. Все мелкие разновидности, конечно, более нежные, более чувствительные. Если вы посмотрите, да малые у меня скачут по полу, а эти наши крошки сидят на ручках, и им достаточно комфортно, намного комфортнее, чем более крупным разновидностям. Большие пудели более, наверное, такие собаки уже серьезные, то есть с ними интересно заниматься большим спортом, бегать, плавать. Занимаются там кто-то дрессировкой с мелкими разновидностями. Можно полежать больше на диване, можно не бегать, не прыгать, а можно и бегать, и прыгать. Но, мне кажется, каждый человек выбирает для себя, выбирает прежде всего размеры еще не для того, чтобы заниматься с ним спортом или не заниматься с ним спортом, а для того, чтобы более комфортно чувствовать себя дома. Потому что у всех разные возможности. Прокормить большую собаку или же содержать большого пуделя достаточно серьезное дело. И того же шампуня на большого пуделя уйдет в разы больше, чем, например, на тоя. Ну, и груминг, наверное, тоже будет стоить дороже. И груминг тоже будет стоить дороже. Конечно, конечно. Здесь разница есть и по характеру. Я наблюдаю разницу по характеру. Все-таки тои, они такие более нежные, чувствительные, может быть, где-то чуть более капризные. А большие пудели для меня все-таки собаки. Я не могу сказать, что они будут более спокойные. Пудель, особенно в юности, до полутора-двух лет, это веселая, энергичная, жизнерадостная собака, которой обязательно нужно занимать мозг, или иначе она сама примет решение, что с ним делать. Отлично. Пока мы заговорили про мозг, давай обсудим самый распространенный миф, это или не миф, о том, что пудель – самая умная собака в мире. Ну, как владелец, я бы так сказала, но как человек, который занимается породой пудель и вообще занимается собаками, я могу сказать, что умных собак не бывает. Есть владельцы, которые обучают своих собак, и они становятся умными. Пудели – это те собаки, которые имеют очень высокий уровень интеллекта. С ними легко, их легко обучать, с ними интересно работать, они отзывчивые, они, в общем-то, готовы, они настроены на человека. Но то, что вы взяли пуделя и будете ждать, пока он у вас наконец-то сам поумнеет, нет, такого не произойдет. Сам он не поумнеет, а воспитывать собаку в любом случае надо. И самое интересное, я всегда говорю, если вы до года воспитали себе друга, вы будете получать с этим другом всю жизнь удовольствие, ну, всю оставшуюся жизнь, да, там сколько, 15 лет собака, дай бог, больше проживет, если вы не научили, не приучили к процедурам ухода, если вы не научили, не научили собаку вести дома себя корректно, ну, к сожалению, вы будете испытывать огромные кучи проблем. Отлично. То есть, говоря, что пудель умный, подразумевает, что он легко обучается и быстро, и легко поддается обучению. Да. Давай коротко опишем характер пуделя. Какой он? Очень сложно мне рассказать коротко о характере пуделя. Я могу сказать, что это очень контактная, коммуникабельная, легко ввязывающаяся в любые аферы владельца собака, с которой интересно жить. И если владелец будет, скажем так, заниматься этой собакой, то, ну, в общем-то, особенно в детстве, как мы уже говорили, это будет очень интересная совместная жизнь. Характер прекрасный, если вы собаку обучаете, и характер отвратительный, если вы собаку не обучаете. То есть пудель, в общем-то, он готов ко всему, поэтому он и наш компаньон. У меня там Алиса с удовольствием на велосипеде катается и плавает, и бегает с лыжами, а кто-то любит поспать на подушке рядом с удовольствием во внимку. То есть можем подрезюмировать, что пудель, он за любой кипиш. Абсолютно. Великолепно. То есть люди находят какие-то свои интересы, свои увлечения и занимаются. Кто-то у нас туризмом занимается, пуделей берет, да? То есть вообще любое. Пудель – коммуникабельная собака. Оль, краткая историческая справка, откуда к нам пришли пудели, мнение расходится. Я уверена, что они апортировали там дичь в болотах, а мои так точно. Мы точно с уверенностью на 100% сказать не можем, откуда произошли пудели, потому что раньше никаких родословных книг, никаких записей не вел. Были только описания собак или же какие-то картины, произведения искусств, где участвовали пудели в том числе или пуделеобразные собаки. Исторически мы можем наблюдать, что пудели очень много использовались именно на охоте для подноса дичи с воды. То есть это не собаки-убийцы, они охотничьи, но не собаки-убийцы. И очень близко, скажем так, по типу, по внешнему виду к водяным собакам, испанским, португальским водяным собакам, логотором аньолом. Мы можем проследить вот эти вот направления. Но также еще есть такая версия, что часть пуделей были, в общем-то, взяты или имели крови пастушьих собак. Это венгерская группа пастушьих собак, командор, пули, муди, вот эти вот все собаки. А как это можем мы проследить? Если мы понаблюдаем за поведением пуделя, очень часто вот эти пастушки качества проявляются, когда мы идем гуляем, они пытаются, если семья расходится, если компания расходится, они пытаются их собрать воедино. Пастут, пастут всегда. Я замечала такое поведение за своими собаками. Ну и, конечно, просто редкостные аппортировщики. То есть это вот прям любимая игра. Это любимая игра. Но это, наверное, вот те водяные собаки, которые уточек приносили свобды, поучаствовали в этом. Хорошо. Но здесь вот Ксю нам уже ответила на вопрос, любят ли пудели погавкать, насколько они пустобрехи. Ну, я даже тебе скажу так. Если рассматривать, то я их гавкучее видала. Вообще пудели, конечно же, эмоциональные, и очень часто именно эмоции побуждают их все время эти эмоции проявлять голосом. И очень много зависит от владельца. Если он будет это поддерживать, то, к сожалению, это будут бесконечно орущие животные. Ну, а если мы будем пытаться как-то это все воспитывать и управлять этим, то можно попытаться научить не лать. Но лать любят, конечно же, лать любят. Разговаривая о шнауцерах, я услышала такую версию, что мелкие разновидности, они более брехучие, то есть они любители поорать. Пуделям это тоже свойственно? Большие меньше лают, чем кто это. Знаешь, я думаю, что мелкие разновидности, да, в любой пародии, если мы просмотрим тенденцию, в любой пародии мы можем это просмотреть, мелкие разновидности лают не потому, что они гавкучие, потому что это пуделит маленькие гавкучие. Таким образом, я полагаю, они снимают какой-то стресс, то есть это их выражение эмоций, они все-таки более, наверное, не импульсивные, а более с чувствительной нервной системой, я бы так сказала. И если более крупная собака имеет более равновешенный характер, такой более серьезной собаки, да, то мелкие разновидности, плюс еще от более легкого типа конституции, более тонкие по костяку, они все-таки более чувствительные, возбудимые, и, соответственно, любое возбуждение эмоциональное, они описывают своим голосом, то есть они все комментируют. Ну, то есть это не просто они орут, говорят, караул, мать, там кто-то ходит, там собака, там, а это просто еще эмоции. Это эмоции, они, это перевозбуждение, и собака, ну, таким образом, наверное, семафорит, ну, я не знаю, что тебе или не тебе, может быть, всей толпе, там, всему миру, говоришь, что там люди идут, надо. Я слышала теорию, что изначально лаяли собаки, ну, там, у древних людей, вот стоянка-бивак, и кто-то идет в нападение, и они караул, вставайте, племя, на нас нападают. Я мужу, мужу оправдываю, что это они нас защищают, охраняют. Ну, пусть будет так, для мужа пусть будет так. Здесь, наверное, можно и так это описать, да, но мы не можем понять, мы не можем заглянуть в голову нашей собаки и абсолютно точно объяснить, из-за чего такое поведение происходит. К вопросу Линки хотел рассказать такой пример. Недавно в Сорис выкладывала, что было в мусорном баке моего пылесоса, когда у меня дома, там, четыре пуделя, там была пыль и наши с дочерью волосы, и там не было собачьей шерсти, а человеческого волоса там было прям очень много. Возвращаясь к структуре шерсти, мне хотелось бы отметить, действительно, очень, наверное, разную структуру шерсти у всех пуделей, и для многих это такой сложный момент понять. Меня часто задают вопрос, у какого окраса, у какого пуделя из 24 вариантов лучше шерсть. К сожалению... Ни у какого. Ни у какого, да. К сожалению, вообще это невозможно предугадать, и порой даже у маленького щенка я не со стопроцентной гарантией могу сказать, какая будет шерсть. Обязательно смотрим на родителей, но и бывает такое, что у родителей хорошая, а у щенка почему-то так сложилось, не самая лучшая шерсть. У щенка где-то до года, до полутора лет структура шерсти еще не полностью сформирована, и, например, где-то 8-10 месяцев и до полутора лет пудель начинает постепенно менять свою структуру шерсти, и вот если у щенка, например, сейчас ко мне обращаются с красными абрикосовыми пуделями, с очень такой тонкой, шелковистой шерстью, вот я всегда хочу сказать, что вполне возможно после полутора, у некоторых после двух лет структура немного поменяется, то есть волос меняется, щенячья вот эта тонкая шерсть, она немножечко срастается, уходит, и затем начинает расти чуть более плотно, но это не 100% гарантия. Как мы можем помочь ускорить этот процесс? Ну, первое, чаще мыть, расчесывать и обязательно чаще стричь. Я могла бы сказать, посоветовать стричь на лосо, но я не буду такое советовать. Я стараюсь своих молодых собак состригать чуть в более короткую стрижку, во-первых, чтобы облегчить уход в этот период, а во-вторых, чтобы дать возможности быстрее волосу, скажем так, набиться и стать чуть более плотным, но и таким образом все-таки она улучшается. Смотрите, мы можем все сбрить на лосо и не трогать эту шерсть два месяца, а можем каждые там две-три недели, особенно если вы грумеры умеете стричь, подравнивать концы, и тогда волос будет значительно лучше. Мы можем взять пример нас, если мы хотим иметь хороший волос, то кончики нужно подстригать достаточно часто, особенно нам с длинными волосами, это понятно. Вот. Приблизительно так же я могу провести параллель с пуделем. И вот в молодом возрасте где-то, опять же, вы поймете, когда начинает меняться шерсть, она всегда начинает больше путаться в этот момент. И вот эти вот колтуны, большое количество колтунов вам подскажет о том, что у вашей собаки начались возрастные изменения по шерсти, в этот момент убираете ее чуть короче, то есть если это скандинавский лев, не обязательно сбривать модерн, нет, не надо. Можно просто сделать этот скандинавский лев чуть короче бока, да, ноги. Я думаю, что это не сильно, если даже выставляется собака, повлияет на ее оценку, но это поможет облегчить уход за шерстью значительно, и самой собаке будет гораздо комфортней. Ну, вот у меня, я наблюдала за своими собаками, в этом период шерсть сваливается за 3-5 дней. То есть мы чаще начинаем их купать? Да. И как долго продлится такой период? У всех по-разному, ориентировочно 1-2-3 месяца, не могу сказать. У кого-то и 6, может быть. У кого-то, ну, я такой не наблюдала, 6 месяцев, Даш, но пару месяцев, наверное, да. Но опять же, поскольку я облегчаю себе жизнь за счет того, что я укорачиваю эту шерсть, я просто в этот возраст, в этом возрасте стараюсь не выставлять собаку, делаю ее короче, и мы проживаем как-то достаточно качественно и быстро этот момент, и потом уже подворачиваю и иду на выставки. Говоря о качестве шерсти, если это уже взрослая собака, а не молодая, какие факторы влияют и как мы можем это качество шерсти улучшить? Хорошая структура шерсти, от чего у нас зависит. Первое, это генетика. Мы с этим ничего не сделаем. И если генетически у собаки не заложена хорошая шерсть, чтобы вы с ней не делали, к сожалению, волосики... Ну, можно попытаться там живить какие-нибудь волосики дополнительные. Есть клиники сейчас для этого специальные. Вот, но я думаю, что как бы не стоит. Второй момент, это косметика. Это правильный уход, это регулярный уход, это хорошее качество косметики. И, в общем-то, тоже это даст большой плюс. Ну и третий залог успеха, это здоровье собаки. Хорошая еда, качественная еда, которая даст нам тоже, в общем-то, результат. Потому что, если у собаки проблемы со здоровьем, это тоже, в первую очередь, отразится на шерсти, ну и, соответственно, на коже. Ну и говоря о правильном питании, самое время для рекламной интеграции. Кстати, чем ты кормишь своих собак? Wellness Core. Для своих собак я выбираю самое лучшее, но мой ритм жизни и полное отсутствие времени не позволяет мне самостоятельно составлять рационы. Тем более, что для пуделя полноценное сбалансированное питание это не только здоровье собаки, но и красивая густая шерсть. Я долго выбирала готовый корм для своих собак и мне было важно, чтобы это был корм холистик-класса, беззерновой, чтобы минимизировать возможность аллергических реакций и чтобы основой этого корма являлся белок натурального происхождения. И я остановила свой выбор на Wellness Core с ягненком. Помимо состава, мне как владельцу при выборе корма важны такие параметры, как поедаемость, и она просто потрясающая, как соотношение входа и выхода корма и сформированность стула. Если на шерсти вашей собаки независимо от породы налипают остатки стула, скорее всего, проблемы не в шерсти и не в стрижке, а нужно пересмотреть рацион питания. А также, как владельцу нескольких пуделей, мне важна еще и удобная выгодная упаковка, удобный размер гранул, который подойдет для всех ростовых разновидностей. И здесь кор нам полностью подошел. Если вы еще в поиске хорошего сбалансированного корма для своего пуделя, попробуйте кор с ягненком и ведь каждый рацион кор создан как задумано природой и обладает вкусом, который полюбит ваш пудель. А результат вы точно заметите. Ну и пока мы здесь рядом про агрессию давай поговорим. Зооагрессия, агрессия к людям. Когда мы готовились к интервью, грумеры писали, что настолько разные приходят на грубинг собаки. Есть дикие зверюги, которые не даются владельцам притронуться к ним с расческой. А есть совершенно милейшие собаки, которые идеально стоят на груминге и вообще прекрасные компаньоны и с детьми, и со всеми ладят. Я могу разделить это, наверное, на две части, из-за чего бывает агрессия. Первое. С чем я сталкивалась, это, конечно же, не воспитанность. То есть здесь, когда владельцы внушают своему щенку, что он самый главный в семье, что он вожак, что эта собака пуп земли и будет творить все дома, что хочет. И когда собаки это начинают, говорить, что нет, давай-ка мы с тобой расчешемся, конечно, она категорически против. И всячески всем своим видом будет показывать, что она не дастся. То есть это невоспитанность. Второе. То, что я периодически наблюдала, особенно даже в 90-е годы, когда у нас в большом количестве в страну хлынули и стали размножаться, я бы сказала так, не разведение произошло, да, именно размножаться, а стали популярны серебристые абрикосовые пудели. Когда вязали все, что шевелится, мы получили не очень хорошую тенденцию. Эта тенденция больше прослеживалась именно генетическим образом. То есть я полагаю, что есть наследственное такое предположение, что агрессия может передаваться по наследству. И вот у серебристых и отчасти у абрикосовых некоторых собак прослеживалось из поколения в поколение именно проявление агрессии. То есть как приобретенное таким образом от воспитания, так и, скажем так, врожденные какие-то поведенческие аспекты. Но, конечно же, таких собак желательно не пускать дальше в разведение, чтобы не закреплять такое поведение. Я думаю, что какие-то специалисты по дрессировке, если порекомендовать владельцам с такими собаками обратиться именно по коррекции поведения, по дрессировке, это можно избежать, потому что в последние десятилетия, в последние два десятилетия я с агрессией у пуделей практически не сталкивалась. То есть для меня это, наверное, нонсенс. Мы можем связать некоторые проявления агрессии у таких психически нестабильных трусливых особей, что собака труслива, и из-за этого она где-то огрызается и проявляет агрессию. Когда собака загнанная в угол, у нас есть такой зверь загнанный в угол, он начинает защищаться и готов сделать все, что угодно, лишь бы спастись. Соответственно, от страха собака может сделать все, что угодно. И тут уже не только у пуделя агрессия от страха, а у любой другой собаки это будет проявляться. Но в целом мы можем подразумировать, что агрессия пуделям не свойственна, и сами по себе они прекрасно живут в стае, и суки с суками, и кобели с кобелями, друг друга не убивают, не жрут кошек, детей и всех остальных. Что если такое есть, то это вообще не характерно для пуделя. И все-таки если это агрессия у пуделя, это не сравнится с агрессией, например, у Сибы, которая там... Слава богу, Даша, не имела счастья общаться с Сибами. Общалась только... У меня собаки имели опыт. Да, да, да. Общалась в моей, скажем так, стае. У меня дома жили доберманы, у меня дома жили кошки, у меня дома жили какие-то другие породы, с которыми я в свое время занималась хендлингом, там, шицу, йорки. Но у меня никогда не было проблем с этим. Почему? Потому что, в принципе, я считаю, что я стараюсь сделать все возможное, чтобы мои собаки вели себя адекватно, чтобы они были воспитаны. И у меня не было такого, чтобы у меня собаки дрались. Конечно же, в какой-то момент, когда собака взрослеет, у нее возраст, становление... Амбиции, претензии к этому миру. Они все в какой-то момент пытаются попробовать, а что, если я буду здесь самым главным. Воспитательные процессы очень быстро ставят собаку на место, объясняем, как надо себя правильно вести в обществе, и дальше проблем нет. У меня собаки дома не дерутся. Все живут вместе, радостно бегают, играют, спят, едят вместе. В связи с тем, что пудель, как мы сказали, практически не линяет, очень часто встречаю его в списке гипоаллергенных пород. Это все-таки миф или пудель гипоаллергенная порода? Я списка гипоаллергенных пород даже не видела. Не могу сказать точно, но я абсолютно уверена, что не существует ни одной породы собак, на которой не может возникнуть у человека аллергия. Это ровно так же, как и на все, что нас окружает. В любой момент может что-то произойти с нашим организмом и возникнуть на что-то аллергия. Согласны со мной? Конечно. Просто это частая история, я это отношу к мифам и к каким-то маркетинговым ходам продавцов, которые мультипу продают как гипоаллергенные породы пудели, и именно поэтому я решила поднять этот вопрос, что гипоаллергенных пород собак все-таки не существует. Хочется отметить, что в первую очередь аллергия возникает не на шерсть, а на слюну, на выделение кожи, на слезу и так далее. И аллергия шерстью не вызывается. Причин может быть очень много, и стоит провести длительный период времени в питомнике, и я даже слышала такие истории, где много собак, не с одной собакой поконтактировать, а когда их несколько, и хотя бы несколько часов с ними побыть, посмотреть на реакцию. Я бы, я бы, наверное, посоветовала людям, которые склонны к аллергии, приехать, но не прям в большой питомник, а прийти кому-то в гости, договориться с кем-то. Я абсолютно уверена, что есть люди, которым нравится, когда с их собаками общаются, просто попроситься в гости. На часок, а чтобы пообщаться с собаками, и чтобы тот человек, у которого аллергия, пообщался с собакой непосредственно, и уже понять, насколько есть реакция или нет, это непредсказуемо. А что мы должны сделать с ней перед мытьем? Ну, я бы ничего даже не делала. Почему? Потому что, во-первых, эта собака регулярно моется, и я абсолютно уверена, что у нее нет колтунов. Но в целом мы в наш план действий включаем осмотр на предмет колтунов. Подробный сюжет о том, как с ними работать, у нас есть. Когти, уши тоже это в отдельном блоке у нас уже есть, поэтому мы переходим к мытью с чистыми ушами, стриженными когтями и разобранными колтунами. Отлично. Тогда мы сначала должны подготовить косметику. И пускай она пока лежит на столе, она у нас привыкшая лежать на столе. Так что мы сейчас будем варить зелье. Давай, давай начнем. Я наливаю воду достаточно комфортной температуры. Дальше я беру очищающую косметику. Это пурифаринг-шампунь на основе глины Мертвого моря. Мне очень нравится. Он достаточно имеет мягкую очистку. Его обязательно перед использованием необходимо взболтать, потому что глина оседает на дне. Я хорошенечко взболтываю его. Концентрацию ты делаешь на глаз? Я делаю концентрацию всегда на глаз. Да, я очень люблю производителей, но поскольку жесткость воды может быть везде разная, для меня важно, чтобы хорошая мылкость была у шампуня. То есть, что я могу сделать? На мягкой воде я могу меньше концентрацию сделать, на жесткой чуть больше. Соответственно, мылиться будет намного лучше. Для меня важна главная это мылкость шампуня. Я сделала здесь у меня порифаринг. В этой бутылочке я разведу сразу шампунь из зеленой икры, который я очень люблю. Вообще, в инструкции по использованию этот шампунь не разводят. Но для пуделя гораздо удобнее и комфортнее его развести, но чуть в большей концентрации. То есть, я сейчас сделала где-то 200 миллилитров воды. Сейчас я накачаю и мы возьмем с вами где-то получилось у меня ну, 1 к 5 шампуня. Сделала достаточно хорошую концентрацию. Опять же, смотрите по своей воде. Важно, чтобы он у вас замечательно мылился. Все, у меня готово два шампуня, разведенных первый очищающий, второй, который увлажнит, напитает и сделает волос хорошей структуры мне. И потом, когда я сделаю два намыливания, следующее я обязательно сделаю кондиционер. Могу сказать, что когда мочу собаку, я не буду промачивать ее идеально. Я это сделаю одновременно с намыливанием. Смотрите, я немного ее увлажнила, чтобы у меня сцепление шампуня было хорошее с шерстью. Дальше я начинаю намыливать, одновременно промачивая всю собаку. Это, в общем-то, хорошая экономия воды, особенно если у вас с проточной горячей водой достаточно серьезные проблемы. Оль, спасибо тебе, мне просто сегодня ничего не надо делать. Какой кайф, Подержусь за пуделька. Главный вопрос дня, который я еще не задала, как правильно, пудели или пуделей? Обязательно промыливаем хорошенько морду, потому что морда тоже пачкается. И здесь, посмотрите, я это сделаю пеной. Вот я собрала ее, мордочку, помоем, мои девочки. Собаки терпеть не могут, когда им заливают воду в нос, поэтому я буду делать все возможное, чтобы нос у меня остался сухой, без воды. разворачиваю ушки, стираю, прям стираю ухо и внутри, и снаружи. Вот таким вот образом. Смываем. Обязательно держим носик, вы видите, он у меня закрыт рукой, и я достаточно смело могу промыть морду. Моя хорошая, терпеть не может, да. Что мы сделали первого намыливания? Мы смыли основную грязь, основной жировой слой, теперь мне необходимо нанести шампунь, второй по типу шерсти, я вам говорила, что я беру зеленую икру. Почему ты икру выбираешь? Даша, ну здесь, наверное, она удобна для меня, во-первых, сочетается несколько качественней, мне нравится запах, это первое. Мне нравится его структура, мылкость, как он работает на шерсти, и главная структура шерсти после мытья. И, в общем-то, у меня практически все выставочники на икре. Я меняю шампунь, я никогда не держу долго на одном. Почему? Потому что шерсть, я вижу, она привыкает. Периодически меняют, делают то. Мне нравится еще маракуйя, мне нравится имбирь, бузина. Это из фруктов от грунера. Вот. Из традиционки у нас вечная дискуссия, что подойдет для Путина, да? Из традиционки, Даш, я не работаю ничем. Я тебе говорю, что вот для меня, наверное, одно из важных все-таки запах. Мне нравится запах маракуйи, вот прям люблю. Мне нравится запах икры. Черная страсть? Черная страсть вообще запах такой, что как духами, да? Намыливаем. Но вы видите, что я достаточно активно намыливаю собаке спину, вожу таким образом. Но смотрите, у нее спина короткая, и это ни в коем образом не грозит мне наличием колтунов. Если же шерсть длинная, то я мылить буду очень аккуратно, так, чтобы ее не спутать. То есть вот такие вот движения, они приведут шерсть к спутыванию. Намылили. Дам я ей постоять прям буквально пару минуток в этом шампуне, пускай он попитается, а я тем временем сполосну бутылочку для того, чтобы приготовить, развести кондиционер. Кондиционер и обязательно его хорошенечко взболтать. Готов. Так, здесь остатки у нас шампуня, мы его уберем на черный день. Ну и собачка постояла, можно смывать. собираем лишнюю воду специальной тряпочкой. Ну что, подходим к сложной теме окрасы. Что такое классический, что такое современный окрас? Классический окрас это три, скажем, составляющие черный, белый, коричневый, которые, скажем так, уже несколько, много десятилетий имеют свое описание стандарта. И современные окрасы, красный, модный нынче, абрикосовый, серебристый, это те окрасы, которые пришли в стандарт не так давно и завоевали огромнейшую популярность и последние вот 30 лет, где-то с начала, с конца 80-х, с начала 90-х они в огромном количестве появились в России, размножились, их теперь очень много и много отличнейших питомников, где занимаются потрясающими собаками, разведением. То есть современный это окрас, который не так давно выведен, поэтому он современный. Поэтому он современный. Хорошо. не услышал списки окраса Red Brown, почему его там нет? Red Brown, ну это набор, наверное, это футология, это для людей, которые совсем не понимают, что это такое. Red, красный, brown, коричневый, красно-коричневый. У нас у Пудилея есть коричневый, это отдельный окрас, и красный, это отдельный окрас. Давайте так, коричневый, это шоколад, красный, это кирпич. И вот когда вы думаете, какая это собака, либо это шоколадная, коричневая, ближе к цвету шоколада, либо это красная, ближе к цвету красного кирпича. У красной собаки могут быть черные щенки или наоборот? Ну, если ее повяжут с черным производителем, от черно-красной собаки могут быть черные щенки. То есть разведение между современным и классическим окрасом как бы не запрещено? Можно вязать любой окрас? Нет, ни в коем случае не любой окрас. У нас генетически доказано, что есть окрасы, которые подходят друг к другу, и есть окрасы, которые не подходят, не сочетаются. Например, мы можем вязать черных с коричневыми, с белыми, с абрикосовыми, красными, но нельзя вязать серебристыми. И все допуски по окрасам, вся вот эта схема есть на сайте РКФ в племенном положении. То есть там прям... Да, там прям все прописано, все очень четко, потому что, ну, каждый окрас проговаривать не будем. Например, если ты повяжешь, вот как ты спрашивала, абрикоса или красного с черным, ты в основной массе получишь, если у тебя за черным черный, а за красным красный, скорее всего, всех черных. Но потом из этих щенков, для того, чтобы расширить генетический пул, чтобы, скажем так, обновить родословную, да, чтобы более новые производители были, мы можем этих черных щенков вязать уже с красными, получая красный. Качество шерсти это такой показатель, который зависит от окраса? Поскольку мне доводится работать со всеми окрасами и со всеми породами, именно со всеми ростовыми разновидностями и каждой ростовой разновидности как бы с окрасами, я могу сказать, что я не вижу никакой четкой параллели, вот этот окрас будет иметь потрясающую структуру шерсти, а вот этот окрас будет иметь плохую шерсть. Нет такого. Но современные же, как правило, хуже качество шерсти, чем, например, у тех же там черных или белых собак. Я встречала совершенно потрясающую шерсть у собак абрикосового окраса. Я работала с серебристами, у которых была тоже классная шерсть. Но это не все собаки, это, наверное, какое-то, может быть, ну вот, процент, 10% из 100. 10% из 100. Нужно понимать, что современные окрасы, да, они имеют не очень хорошую шерсть, к сожалению. И эта шерсть очень долго формируется. То есть я, например, на щенке буду сомневаться, хорошая это будет шерсть или нет. То есть вот так определить я не смогу. Это надо ждать время. Конечно же, родители однозначно, какую шерсть имеют, но есть еще какие-то совершенно не подвластные нам закономерности, которые выдают совершенно неожиданный результат, даже от прекрасных производителей. мы поговорили про окрасы, что у нас там их 6, современные, классические, но забыли. Такие необычные окрасы, как фантом, орликин, я видела, какие-то мерле выкладывают. Расскажи, пожалуйста, что это за окрасы? Сейчас эта порода называется То есть это не пудили? Это не пудили. Это как бы пудили, но это не пудили. Это отдельная порода. Она не признана FCI. Российский кинологический клуб, Российская кинологическая федерация признала эту породу как породу, дала ей вот такое название. Туда входят бывшие орликины, которые были отдельно, бывшие фантомы, и еще ряд окрасов, которые нестандартные. Я, ну, скажем так, к орликинам и фантомам еще более-менее нормально отношусь, к остальным не совсем стандартным окрасам. Для меня это, ну, сложно к пониманию. Я все-таки считаю, что там кто-то еще поучаствовал в разведении, не просто пудили. Но это неизвестно. Свечку не держали, не знаем точно, поэтому вот. Дело вкуса, я поняла. Но кроме окраса, текстуры, шерсти, анатомия, это все-таки другая порода или все-таки это пудили? Это все-таки, наверное, ближе к пуделю. Хотя я могу отметить, что вот я работала с шерстью орликинов. Она такая достаточно мягковатая, тонковатая по своей структуре. Она немного отличается, например, от вот малого черного. Она все-таки более плотная. У фантомов, то есть у черно-подпалых пуделей, я не замечала какого-то явного отличия, хотя иногда тоже можно встретить чрезмерно мягкую шерсть. А про остальные окрасы, ну, например, тигрового пуделя я еще пока не встречала. Ну, я тебе могу сказать, что ген подпала присутствует у черных собак, кстати, у черных, коричневых. То есть вот этот вот ген, он существует. И порой, я иногда замечала, у черных пуделей вот эту седину в области подпалов именно вот прям вот у черных. То есть я полагаю, что от этих собак можно было бы получить именно фантомов. Ну, еще в теме окрасов я лично столкнулась с тем, что красная собака к двум годам ярко такая кирпичная вот стала, как светлый абрикос. И мне очень много пишут вопросов, как быть, как этот окрас удержать, как его, на него повлиять. Я правильно понимаю, коричневые, красные, серебристые, окрасы такие сложные, не очень стабильные. Как мы можем им помочь быть яркими? Никак, к сожалению. Ни с каким окрасом ты помочь не сможешь, потому что это генетика. Это ровно так же, как и, например, седина у человека. Как ты можешь помочь себе, чтобы не посидеть? Ну, покраситься. А еще как? Ну, можешь попробовать попить какие-нибудь витамины. Может быть, именно тебе они помогут. Но я пока такого результата стопроцентного не видела ни от чего. Что хочется сказать, что в природе не существует идеально чистых цветов. Все эти цвета, они имеют какую-то определенную цену. Например, если мы рассмотрим черного пуделя летом, бывает такое, что у ряда собак волос чуть более толстый, и он не выгорает так. Он такой ищенечерный. Да, да. И получается, да, он черный. За счет вот этого толстого волоса он не так горит. А если вы посмотрите на черного пуделя чуть с более тонким волосом, он просто моментально выгорает на солнце, как любая другая черная собака. Посмотрите на тех же там лабрадоров. Там, где волос чуть более тонкий, он становится бурым. Там, где толстый, он так и остается черным. Коричневые собаки тоже, к сожалению, быстро теряют насыщенный пигмент и светлеют. Или же выгорают. Белые собаки, по сути, не белые, они кремовые. И они могут быть чуть более теплее оттенка. Например, у щенков практически у всех желтые пятна, желтые спины, вот этот вот налет, который потом срастается. А если у взрослой белой собаки появляются желтые пятна, я видела, вот в области холки, например, в области ремня, это... Это плохо. Это недостаток. Это недостаток. Да, это так не должно быть. Либо это какая-то травма, либо это именно не совсем корректный окрас, за который мы уже будем снижать оценку. Что касается серебристых окрасов, конечно, приветствуется абсолютно ровный окрас. Кстати, серебристые пудели рождаются черными. И где-то до полутора лет постепенно они перецветают. И до полутора лет допускается вот эта неровность окраса, какие-то более темные пятна. Но к двум годам я хотела бы видеть абсолютно ровный окрас, что весьма сложно тоже. В серебре остаются вот эти вот пятна. Идеально серого сложно получить. Это такой сложный окрас в разведении. Предсказать, как он перецветет? Невозможно. Мы не знаем. Мы можем посмотреть на родителей, но опять же, это не гарант. Там где-то что-то может произойти. Не так лечь ген на ген, да, и все случится не очень хорошо. абрикосовые окрасы и красные. Но изначально абрикосовый окрас, мы можем представить себе этот цвет абрикоса спелого, да, и вот чем он ближе к цвету спелого абрикоса, тем лучше. Красный окрас современный, который был, в общем-то, выведен, закреплен где-то, он в Россию был привезен в начале 90-х, то есть у нас не было до этого красных, даже в конце 80-х первые собаки приехали и их начали разводить с абрикосовыми и при этой комбинации часть помета была красная, часть абрикосовая, то есть в принципе красный окрас, он именно в большом поголовье, в большом количестве у нас появился, наверное, к середине 90-х у нас было очень много их и уже тогда мы заметили, что этот окрас, он совершенно неустойчивый. Что происходит? Происходит два варианта. Первый вариант, когда красный окрас переходит в седину и он как бы становится такой серо, ну грязно-серо-рыжий, это вот как раз там преобладает седина, а второй вариант, он просто выцветает и становится цвета спелого абрикоса, абрикосовым пуделем. И вот вам, пожалуйста, либо у вас уйдет это больше в седину с такого сероватого оттенка будет собачка, либо в более теплый оттенок спелого абрикоса. Я правильно понимаю, что красных и абрикосов их особо не разделяют в разведении? В разведении они разводятся вместе. Все вместе, просто какая-то уже на уровне щенка понимает, что этот красный это таблиц? Да, конечно, но как мы разделяем, то есть мы абрикосовый выделили этот цвет спелого абрикоса, а красный это цвет красного кирпича. Вот красный кирпич это щенок красного пуделя, и вы, я думаю, цвет красного кирпича ни с чем не перепутаете. отлично. Отлично, спасибо. Еще два коротких вопроса в области окраса. Мы можем подрезюмировать, что, в общем-то, на стойкости удержания окраса какими-то витаминами, подкормками мы, по сути, никак повлиять не можем. Там спирулину давать им, водоросли, масла какие-то. Если генетически заложено, что собака перецветет там в полтора года или в пять, то это все равно случится. Скорее всего, да, Даш, но я не исключаю какое-то исключение из правил. Я тебе привела пример с сединой. Возможно, в мире существуют какие-то уникальные витамины, которые именно вот в данном случае нам помогут. Я не знаю. Я пока с этим не сталкивалась. Возможно, кто-то из людей сталкивался и сделал... Напиши нам в комментариях, расскажи, что вам помогло. Водоросли, да, они удерживают пигмент, они добавляют пигмента, но чтобы повлиять на вот это вот цветание, мы пробовали, пока ничего не получилось. То есть здесь нам на помощь приходит какая-то тонирующая косметика, которая позволит вот именно за счет элемента красящего в своем составе поддерживать этот цвет. А солнцезащита какая-то существует? Как уберечь конкретно там черный и коричневый окрас от выгорания на солнце? Ну, у нас существует косметика, которая защищает от ультрафиолетовых лучей, но я бы сказала, что на 100% ничего не защитит. Ну, у нас черная страсть, которая является как раз линейкой, да, Ипсен Бернара, черная страсть, которая является защитой от солнечных лучей, но еще раз... Если это мягкая шерсть, то она все равно быстрее... К сожалению, да, к сожалению, мы с этим сделать ничего не сможем. Поняла, то есть на лето переводим на черную страсть. Да, но я бы еще не гуляла бы днем. Под открытым солнцем. Да. Я все-таки бы сократила время препровождения собаки под ярким солнцем в момент вот самого пекла. Я гуляю рано утром и стараюсь гулять поздно вечером. Хорошо. А как ты относишься к гипер-супер-модным сегодня различным миксам с пуделем? Капу, мультипу? Я сожалею об этом. Я люблю породу пудель и, пример, да, люди, любящие Мерседесы, не будут на Мерседесы одевать колеса от Жигулей, не будут от Мерседеса одевать какие-то там еще приблуды от других автомобилей, потому что они любят Мерседесы. Вот я люблю пуделей. Пудель это Мерседеса. Да, для меня пудель это Мерседес. Я люблю пуделей и я люблю именно породу либо уникальность породы пудель, но здесь, наверное, хочется отметить, что никакую другую породу за основу для миксов не берут. Поэтому, скорее всего, пудель уникален. Вот уникален. С одной стороны радость, а с другой стороны печаль. А у тебя есть ощущение, что последние там 3-5 лет просто такой скачок популярности и мы сейчас еще только вот выруливаем, даже к пику не подошли? Да, абсолютно. Пудели в какой-то момент стали очень популярны и, ну, например, ко мне обращаются достаточно часто, там раз в неделю, два раза в неделю я получаю запрос о щеночке, которых у меня в таком количестве просто нету. Бум на пуделей и как на любую другую породу, к сожалению, порождает не совсем хорошее качество щенков. То есть растет количество щенков, растет количество вязок, а уровень немножечко падает. Это меня расстраивает и я всегда говорю, что мода и популярность на какую-то породу убивает эту породу, к сожалению. Потом мы будем это разгребать. Потом мы это будем разгребать, мы будем получать плохую шерсть, плохое поведение, агрессию, неправильное там строение, там, анатомическое, генетические заболевания и так далее, к сожалению. Это мода только в России или по всему миру сейчас ты наблюдаешь такую тенденцию? Ты же много путешествуешь по разным странам. Я тебе скажу так, что это мода, наверное, больше только по России и вот такие всплески мода на какие-то породы я наблюдаю в России. А в других странах есть любители пуделей и пудели в других странах были популярны всегда. То есть там нету такого скачков каких-то волнообразных, там пуделей столько же, сколько и приблизительно других пород. Это все очень равномерно. А у нас почему-то ярко выражены вот эти вот волны. То у нас были там модные бульдерьеры в 90-х, потом Стаффорды, потом там Чау-Чау. Йорки-шпицы. Йорки. Потом, да, не так давно схлынула вот эта вот волна с породой шпиц, в которой тоже сейчас много проблем, да, если мы посмотрим, проведем параллель. Но пуделей это ждет, к сожалению. Если вы хотите, чтобы собака не отряхила, держите ее за спину. И тогда она не будет отряхиваться. Волшебная кнопка. Классно. Все, достаем из ванной. Ну, наши собаки приучены лежать на полотенцах, поэтому мы ее положим для того, чтобы она немножечко полежала и лишняя влага впиталась в полотенце, чтобы нам воду не сушить. И вот таким образом у меня собаки лежат совершенно спокойно. Чуть-чуть повернем, вот так вот, моя девочка, вот так вот. Сколько может пролежать, если бы мы не торопимся? Если мы не торопимся, и полчаса, пожалуйста, мои выставочники, кто в длинных гривах, я могу даже, там, брюса с большим количеством, объемной такой шерсти, положить даже на час. И у меня собака спит. Помыли, подержали в кондиционере, промыли как следует, полежала собака в полотенцах, начинаем сушить. Я использую компрессор. У меня используется. И, наверное, такое удобное приспособление, во-первых, чтобы не нагревалась труба, и чтобы держать ее хорошо плечом, но не перекашивать слишком сильно. Ничего не могу с собой сделать. 30 лет так держу, продолжаю держать, но за счет того, что у меня намотано большое полотенце, у меня перекос плеча на порядок меньше, чем на узкой трубе. То есть я просто слегка, чуть-чуть плечом придерживаю достаточно объемное это полотенце. Полотенце можно взять чуть более шершавое, и тогда оно будет лучше цепляться за плечо. И не будет спадать. Типа микрофибра такой, которая немножечко такая пористая. Сначала я продую лишнюю оставшуюся влагу, и поскольку у нее корпус короткий, я продую, слегка поднимая волос, без расчески. А затем я возьму пуходерку, и уже все с пуходерочкой, каждый рядочек, каждый слой прочешу. А если бы мы ее шнурить хотели, то мы бы просто отпустили ее. Да, да. Она бы просто бегала. Но когда она высохнет, нужно взять какой-нибудь или жидкий шелк, или какой-нибудь крем для шерсти, и уже с этим разобрать каждый шнур отдельно. Иначе все это сваляется в единую массу. Мы с вами полностью высушили собаку. И давайте расскажем еще раз, как сушить. Давайте смотреть. Мы прочесываем каждый слой, например, на лапе. Обратите внимание, что я сейчас делала внешнюю сторону и переднюю, но мы не должны забывать с вами про внутреннюю сторону, потому что у лапы четыре стороны, и прочесано должно быть четыре стороны обязательно, иначе останутся у нас колтуны. Я стараюсь прочесывать рядочками, чтобы каждый рядочек прочесать. И если у вас еще пока нет опыта, то возьмите, пожалуйста, гребень, который поможет вам проверить, осталось ли у вас какие-то там узелочки, колтунчики. Вы видите, что гребень у меня проходит совершенно замечательно. Если гребень не проходит, значит, в этом месте, скорее всего, есть колтун. Разбираете шерсть, берете буходерочку и прочесываете еще один или два раза, чтобы прочесать это место абсолютно качественно. Если у нас случилось так, что где-то собака пересохла, мы не успели ее сушить этими кудрями. Как с этим быть, чтобы уложить все отфинить шерсть? Чтобы отфинить шерсть, которая уже пересохла, так бывает, что мы можем сделать? Мы можем взять, увлажнить этот волос и еще раз просушить. То есть водой пробрызгать, намочить, и оно просушить? Да, да, да. Обычно действительно пробрызгать я беру спрей с водичкой маленькой бутылочки и уже конкретно в какое-то определенное место, которое пересохло, смачиваю его и заново пересушиваю. То есть у нас не должно быть вот этих вот четких кудрей, которые... Волос должен быть высушен абсолютно, и мы должны видеть каждый волосок отдельно друг от друга, чтобы он был максимально пушистый и уже не спутывался, не скручивался вот в эти вот спирали. Если владелец дома покупает свою собаку, и она сохнет естественным путем, но нет задачи расшнурить такую собаку, после того, когда она подсохла, что... Не расшнурить, а зашнурить. Ну, зашнурить, да. Также потом взять, может быть, какой-то спрей и уже со спреем каждый слой прочесать, чтобы волос был расчесанный. То есть обязательно прочесать пудели, иначе у нас шерсть будет сложна в уходе. Да, иначе она просто сваляется. То есть что происходит? Высыхая волос в естественном локоте, то есть локоне либо в кудре, либо в шнуре, в спиралиобразном, да, состоянии, она начинает склеиваться, и волоски, которые не были вычесаны, которые, скажем так, выпали из самой собаки, но не выпали на пол, не вычесаны, они начинают опутывать все это, и таким образом сваливаются очень большие колтуны. Лучше всего, Даш, вот самое лучшее, это сушить феном и одновременно расчесывать. Мы поговорили с тобой о регулярности мысья, но не поговорили о регулярности расчесывания. Если мы купаем собаку раз в 7-10 дней, нужно ли ее каждый день расчесывать? Я рекомендую расчесывать, может быть, каждый день щенков для того, чтобы приучить их к этой процедуре, и это для их воспитательной работы. Но взрослых собак я чешу непосредственно во время мытья, то есть после мытья одновременно расчесывать. Очень хотелось об этом поговорить, потому что, видя меня на улице с четырьмя собаками, детьми, люди смотрят и говорят, как вы их всех одновременно каждый день чешете. Никак. Я смеюсь и говорю, я их не чешу вообще, не поверите, только когда купаю. То есть вот такой тщательной сушкой мы, в принципе, облегчаем себе жизнь. У нас собака дома не линяет, ее не нужно чесать от нас. То есть в следующий раз, когда я ее буду мыть по состоянию, если она у меня испачкается, если будет очень много грязи, то я ее помою через неделю. Если она будет не грязная, то я могу ее там помыть раз в две недели, и, соответственно, раз в две недели я ее буду чесать. Шерсть при этом дома я не увижу. Хорошо. Какие расчески нам потребуются для пуде? Я использую для расчесывания шерсти обязательно пуходерку. То есть пуходерка, она может быть вот такого плана. Если посмотреть, она здесь с двойными зубцами у меня. Я их больше всего даже люблю. Делает разнозубая пуходерка, артикул будет в описании. Но она немножко может быть в самом начале чуть жестковата. Но зато, если вдруг у собаки спутанная шерсть, она лучшим образом расчешет именно эти колтуны. А если шерсть не сильно спутанная, то можно взять для ухода более мягкий вариант на железном корте. То есть вот для регулярного ухода можно взять совершенно обычную. Она чуть мягче и подойдет, если собака не закатывается слишком сильно. Плюс. Мы, конечно же, используем гребень, но важно помнить, что гребнем мы колтуны не расчесываем. То есть я собаку расчесываю исключительно пуходеркой. Это, в первую очередь, помогает людям, которые в самом начале пути, которые учатся ухаживать за шерстью, проверять себя на предмет наличия колтунов. То есть остались колтуны или нет. И это помогает грумеру во время стрижки. То есть это приводит шерсть в то состояние, с которого мы его состригаем. Но никоим образом не расчесываем колтуны. Отлично. Нам написали комментарий, что пуходерка это вообще из прошлого века. Это эксгумация над собакой себя почешить этой пуходеркой. Вы вообще не трогали, а она из железа. Она из железа, абсолютно. Здесь, ну, я не хочу, конечно, показывать на себе, но иногда приходится. Попробуйте запутать себе волосы, да, в колтун, допустим, вот челка. И попробуйте этот колтун прочесать гребнем. И вы половину волос вместе с путанной шерстью просто выдерете из себя. Вы не вычешите, вы выдерете ее. А пуходерка, имея огромное количество мелких-мелких-мелких зубчиков, она разбирает каждый волосок. Такое ощущение, что там живет тысяча миньонов, которые занимаются разбором-разбором-разбором этого большого колтуна. И таким образом это все происходит гораздо легче и быстрее, чем и минимально больно. Смотрите, что еще важно понимать, что когда мы работаем пуходеркой, наша с вами задача основная не расчесать кожу, а расчесать шерсть. Поэтому, во-первых, когда мы расчесываем, ну я обычно на руке показываю, вы чешете не по коже, да, 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 ну потому что по коже, а вы чешете от кожи, чтобы собаке, ай-яй-яй, чтобы собаке было комфортно. Но посмотрите, я расчесываю только волосики, не задевая, в принципе, кожу. Супер, спасибо. Дальше, гигиенические процедуры, которые, наверное, для пуделя важны регулярно, ну я бы сказала так, каждые 2-3 недели, которые сделают пуделя сразу опрятным, даже если нету, на собаке полной стрижки. Это бритье морды, бритье лап, мне лично нравится пудель с чистыми лапами, поэтому я стараюсь брить как можно чаще лапочки. Дальше у нас стрижется паховая зона и основание хвоста, это если это стрижка, модерн или же там скандинавский лев, да, я хочу оставить пуходерочку себе и взять машинку. Такие машинки я рекомендую для обычных владельцев, они, наверное, уникальны и просты в использовании и для пуделя лучше я не вижу. У меня это вариант кодос. Что мне нравится, что здесь у нас меняются ножи и на одной машинке у меня 4 положения ножа и я вам буду говорить приблизительно положение ножа, на котором я работаю. Для пуделя здесь есть несколько важных факторов. Почему? Потому что у нас разные цвета, разные окрасы и на разных окрасах разная чувствительность кожи. Например, все наши черные пудели приучены к регулярному бритью и, как правило, не имеют раздражения на стрижку морды. Начинаем брить и рассказываем, это очень интересно. Говоря о генетических заболеваниях, я правильно понимаю, что пузель вообще достаточно сильная здоровая порода, они долгожители? Да. Но? Но, как и у любых других пород собак, есть определенная проблема со здоровьем и склонности. у нас есть ряд генетических заболеваний, которые мы можем тестировать, слава богу, в последнее время. Ну, мы стараемся это делать. Назовем давай. Давай назовем. Атрофии сетчатки. Да, то, что мы можем делать. Собака с возрастом ослепнуть может. Да, это собака где-то в возрасте там 4-5 лет, начиная с этого возраста, может потерять зрение. Это проблема. Следующая, наверное, одна из самых серьезных проблем это выпадение коленной чашечки. Это прям у мелких разновидностей. Это не только у параду пудель. Я прослеживаю это абсолютно у всех собак. Вот эти вот... Это пателло. Это пателло, да. Это просто вот, наверное, у каждой второй собаки, а может быть, у каждой первой уже будет скоро. Что-то берешь за ножку, когда особенно стрижешь ее ножку, просто и выпадает коленочка у тебя в руку. Прям вот выщелкивается, ты это чувствуешь, ты это ощущаешь. То есть это уже и болезненные ощущения и собаки заставляет и влияет на качество ее жизни. К сожалению, да, такие собаки... Ну, во-первых, у нас сейчас здорово, слава богу, что ветеринария дошла до этого, что у нас делают операции для таких собак и прекращают, скажем, в этом плане их мучения. То есть это не так больно им жить становится. Ну, и я встречала часть собак, которые обезноживаются к старости. Ой, да. Ну, вот у нас, вы увидели, может быть, у нас тележечки какие-то придумывают. Ну, вот у меня... Это, ну, когда две коленочки отщелкнулись и уже все. Если вовремя там операцию не сделали, если излишний вес в пожилом возрасте и так далее, это, к сожалению, ведет потом к серьезным проблемам. Следующая проблема для более крупных разновидностей, хотя я и у мелких тоже встречала, это даже дисплазия. То, что мы с чем тоже сталкиваемся. Зачастую, редко кто у нас для породы пудель делает тесты на дисплазию. Даже для стандартов? Ну, у нас РКФ ввел тесты обязательные для ряда пород. Вот у пуделя нету обязательных тестов, поэтому владельцы, заводчики делают это только на собственном желании. Мы стараемся делать всем собакам, чтобы понимать, что будущие поколения будут здоровы. А кто-то... Ну, у нас нету обязательств, нету обязанности сделать это для заводчика, кто будет заниматься. Это, да, абсолютно. А тоем и карликом имеет смысл делать дисплазию? Многие говорят, что не имеют, что мелкие породы собак не имеют эту проблему, но я лично сталкивалась. То есть я встречала шицу с абсолютно... Ну, это не предрасположенная к породе в породе проблема, да, дисплазия. Я встречала шицу с крайней степенью дисплазии. Это просто вот для меня было нонсенсом, и поэтому после этого я сказала, что нет, наверное, я буду делать тесты всем. Ну, по крайней мере, для себя, Даш. На что-то еще мы должны протестировать, поделить? Или это все? Ты знаешь, наверное, это все. Я делаю еще ряд тестов, но они, наверное, больше для меня лично. Но вот это основное. Глазки, колени и дисплазия. Какие рекомендации мы можем дать людям, потенциальным владельцам щенка? Мои лучшие рекомендации. Сначала ознакомиться с породой, понять, что там 24 породы, выбрать из этих 24 хотя бы одну или две именно то, что они хотят. Потому что редко есть заводчик, который занимается всем спектром. Нет, это невозможно, это просто невозможно. Понять, какой размер для вашего дома, для вашей семьи будет оптимален. Если есть возможность сходить на выставку и просто понаблюдать за этими собаками, чтобы увидеть действительно породное животное, как оно выглядит. Потому что, ну, где мы можем? В парках, в скверах. Редко мы можем встретить или подойти к людям, пообщаться. Понять, насколько они готовы первый год жизни посвятить воспитанию собаке. Потому что взять собаку и посадить ее на пианино не получится. Это не плюшевая игрушка. Она будет жить, она будет развиваться, ей нужно уделять внимание. И это еще один ребенок в семье, который сам себя обслужить не сможет. Собака, это, наверное, все-таки серьезно. В моем понимании. А как выбрать качественного щенка для шоу? Что бы сделала я? Я бы начала заниматься и анализировать поголовье именно той разновидности, которую я хотела бы взять, которую я бы хотела приобрести. Я бы посмотрела за последние несколько лет, какие собаки выигрывали, как они хороши. Я бы пообщалась, подружилась бы с заводчиками и, возможно, там с какими-то кинологами, специалистами, которые понимают анатомию собак. И выбрала бы там один или два питомника, чьи линии и разведение меня устраивают. И дальше нужно понимать, что щенки шоу-класса не рождаются каждый день. Я как заводчик сейчас могу вам сказать, что у меня в помете один или два щенка могут быть шоу-класса, а остальное собаки среднего качества. Это не шоу-звезда. Если вы хотите шоу-звезду, если вы хотите с ним выигрывать, если у вас есть какое-то желание это делать, то это можно ждать два, три, четыре, пять лет, пока не родится тот самый щенок. Но больше того, я скажу, что здесь еще очень важный момент, что не каждый заводчик эту звезду продаст. И не каждый владелец ее сможет вырастить звезду. Это, наверное, наука. Это... Мы можем сказать с вами так, у нас есть хобби, увлечение. Для меня, например, пудели и разведение пуделей это мое хобби. И если я занимаюсь разведением, оно очень маленькое, и если у меня рождается какая-то яркая звезда, ну, конечно же, я оставлю ее для себя. Я заметила. Или для тебя. конечно же, мы постараемся оставить ее себе. И дальше этот щенок это всего лишь 25% успеха. А дальше полтора года достаточно серьезной работы. Обучение, отращивание шерсти, ринговки, питание, здоровье и так далее. И это достаточно серьезный пласт. Просто так щенки шоу с собаками не становятся. Их надо обучать и ими нужно заниматься. Это очень серьезный долгий путь. Поэтому 25% вы купите, а 75% вы должны выложить сами. В черном мы можем максимально коров разбить. Да, но, Даша, я не люблю шею в самое чувствительное место. И вот эти скулы брить коротким ножом, потому что, во-первых, это сразу лысо получается. Я беру самое длинное положение ножа, то есть оно самое высокое по оставлению шерсти и приблизительно от середины шеи, давай посмотрим, где у нас грудная кость, вот она грудная кость, вот у нас верхняя точка шеи, приблизительно середина или чуть меньше. Я начинаю состригать на нижней челюсти все вот таким вот образом. Дальше я сделала эту линию, теперь я разворачиваю ушко, давайте посмотрим, видите, хрящик, вот он, вот эту точку соединяю с нижним хрящом, а эту точку соединяю с верхним внешним углом глаза, и у меня получается вот такая вот линия, которую я тоже сбрею. Я сделаю это тем же самым ножом. Это у нас где-то 1,8 остается. Ну, по моим ощущениям, где-то даже 1,6, потому что я, как обычно, ни с кем не согласна, так вот, я не согласна с производителями, что они пишут, что здесь самое высокое положение ножа 1,9, а для меня это все-таки чуть короче, чем 1,9. Ну, нам это сегодня достаточно. Да. Ага. Дальше я состригаю. Работаем против шерсти. Работаем против шерсти, я состригаю скулу. Ну, и сразу же хочу сделать границу между внутренними углами глаз. Вот я ее сделала. И теперь состригаю все, что внутри осталось на мордочке. И если вы посмотрите внимательно, то шерсть на морде у пуделя растет в абсолютно разные стороны. Обратите внимание, что я... Мне сразу страшно около глаз. Скажи владельцам, что не страшно около глаз. Не страшно. Не страшно около глаз побрить. Смотри, здесь вот из-под глаза шерсть растет строго вниз. И чтобы ее побрить, нужно стричь вверх. Но когда я стригу, по-первых, я, смотри, убрала шерсть, я вижу, где глаз. Второе, я веду машинку не в глаз, а от глаза. Как бы таким зачерпывающим движением, чтобы в глаз случайно не ткнуть. И только это место я простригаю таким образом все остальное. Уже стригу в другую сторону. Посмотрите, мы вот это все выстригаем чистенько. И у нас осталось еще одно неприятное место для многих владельцев. это губы. Здесь что я сделаю? Во-первых, у меня верхняя и нижняя челюсть зафиксированы моей рукой. Второе, нижним пальцем я буду держать, натягивая кожу чуть-чуть в сторону и буду стричь краешком ножа, чтобы он у меня не заходил туда, на верхнюю губу. А верхнюю губу буду стричь сверху, не заходя на нижнюю губу. Вот таким вот образом. Но здесь, поскольку у меня длинное положение ножа, не подцепляются какие-то махуры. Да, я сделаю коротким. Самые чувствительные места во время бритья у куделя вот здесь. На губах, если я сделаю чуть-чуть покороче, это не будет собаке колоться и чесаться, поэтому сделала покороче, посмотри, краешек губы вот здесь вот просто почистила более коротким ножом. Обязательно крепко-крепко держу мордочку, чтобы собака не вытаскивала язык. Если собака облизывается, то я периодически буду давать ей облизаться, да, подержу, встаю спокойно, потом опять зафиксирую и еще раз добрею. Ну, в общем-то, у нас одна сторона морды побрита, также мы будем действовать абсолютно и с другой стороны. Обратите внимание на фиксацию. Брия, я пока тебе попристаю. Давай. С какого возраста мы начинаем брить морды щенкам? Это сразу подводка тем, кто напишет, ну, конечно, ваш-то пудель вон как дается, а мой-то весь бьется в истерике, выкручивается. Самое главное, мы с тобой уже об этом говорили, это воспитание щенка с самого детства. Если вы щенка с самого детства регулярно бреете и приучаете к звуку машинки, к этой процедуре, то для него это становится чем-то естественным. Как там, пойти погулять, поиграть, побрить морду, то есть, ну, ничего страшного в этом нет. Если же вы до полугода собаке морду никогда не брили, конечно, для собаки это будет сумасшедшим стрессом. И здесь придется немного побороться. Я могу сказать таким образом. Первое мое бритье, не мое, а щенка, конечно же, да, щенка, в питомнике приблизительно в возрасте десяти дней, двух... Дней! Дней! Десяти дней! Да-да-да. Нужно понимать, что это не идеальное вообще бритье. Нет! Это просто я вожу машинкой по морде, и чем чаще я это буду делать, я стараюсь это делать раз в неделю, ногти. Да, да, да. Раз в неделю я брею щенку мордочку, опочку, стригу обязательно ногти. Первое мытье у щенка-пуделя приблизительно в полтора месяца. Я смотрю по состоянию щенка, то есть по тому, как он выглядит по шерсти. Бывает... Это полноценное мытье, сушки шеном, уже стрижка по телу ножки. Да, да, ну где-то, скажем так, месяц и неделя, месяц и две недели, поскольку все щенки разного размера, ну, например, той пудель в этом возрасте мыть, я тебе честно могу сказать, страшненько. Да, а вот малый, большой пудель в этом возрасте уже такие крепыши, их уже можно спокойно помыть и посушить феном, ничего не случится. И еще раз скажу... Очень важно то, что ты сейчас делаешь. Я счесываю обязательно шерсть, которую я состригла, но она не упала от шерсти, чтобы она не сваляла в колтуны. Это часто владельцы говорят, я в зоне бритья гигиены, у меня на липле колтуны, через неделю достаю, а там... Может, после того, как говорили, нужно вот эту... Это вот эти вот кусочки, когда они остаются вот здесь, вот они просто в нестриженной шерсти остаются и начинают наматываться, наматываться, образуются колтуны. Какая гигантная стала собака. Длинный для разных окрасов. Длинный для разных окрасов. Чем чувствительная кожа, тем длиннее нож. То есть если я для черных своих обычно, обычно к выставке беру 1,2 мм, то есть это любой нож, это может быть там острый, энди, свол 1,2 мм, то, например, для таких абрикосовых, красных, белых, я возьму от 1,5 до 2 мм в зависимости от их кожи. Я буду смотреть там, например, реакцию на бритье лапы или же если я один раз побрила 1,5 мм и после этого у меня вдруг владелец сказал, что собака начала расчесываться, значит это звоночек, что в следующий раз я лучше возьму 2 мм. Обычно после первых стрижек полноценных я предупреждаю владельцев щенков, что следите, пожалуйста, внимательно, если вдруг щенок начинает расчесывать мордочку, значит в следующий раз нож нужно взять чуть длиннее, это первое. Ну а как снять раздражение? Можно, во-первых, помазать каким-либо лосьоном увлажняющим, некоторые рекомендуют взять лосьон после бритья, например, я же беру, протираю, ну допустим, убираю какие-то бактерии оставшиеся, если собака уже начала расчесываться, хлоргексидином и обязательно помажу какой-нибудь успокаивающей мазью типа Бора Плюс, да, который снимает зуд, который снимет зуд, который снимет зуд и раздражение. Там нет порезов, там нет ничего страшного, это просто достаточно чувствительная кожа, которая реагирует на более короткие волосы. Чуть кольнулась, и собака начинает себе все это расчесывать. Еще я это рекомендую, после бритья можно просто, чтобы снять вот эти вот мелкие волосочки, которые сами не слетают, взять влажные салфеточки и протереть. Ну, это как бы, наверное, у нас уже святое, мы к этому привыкли, это мы делаем регулярно. Дабы не провоцировать. Да, дабы не провоцировать. Я сталкивалась, например, с белыми пузелями, которым вообще ножницами стригут в морду, потому что они даже длинное бритье раздирают. Серьезно? Белые самые аллергенные? Нет. Или это просто стечение? Нет, это просто стечение обстоятельств. Я сталкивалась с некоторыми собаками, которые, например, дают действительно раздражение на бритье, и очень часто такое бывает, что их бреют чуть ли не на выставке перед рингом. Вот побрили, выставились, и потом замазывают какие-то слои мази, чтобы снять раздражение. Ну, возможно, Даша, я соглашусь, что может быть такое. Но это, наверное, все-таки исключение из правил. Вот это приучение с раннего возраста, оно позволит избежать? Или если есть склонность к раздражению, то она будет всю жизнь? Наверное, если есть склонность к... Ну, если кожа чувствительная, да, это может быть... Может быть, Даша. Я знаю, что ты, конечно, любитель классических вот этих длинных голов. Грех такие головы заращивать сами. Да, да. Как быть владельцем азиатских, кто хочет вот сразу не стричь? Мы все равно с детского возраста должны приучить к машинке, к ножницам, к работе в области головы. Да, значит, сейчас очень популярны, да, у нас с этим волосатенькие мордочки. Значит, первое. Если собака приучена к любым процедурам, то она, в общем-то, спокойно перенесет в будущем и машинку. Можно, конечно, приучать к машинке, но тогда вам тяжело будет отрастить морду. Поэтому таких щенков приучают к чему? Первое. Расчесыванию. Регулярное расчесывание. В том числе... Послушание, да. При том, что вы что-то, какие-то делаете, манипуляции с мордой, даст вам потом в дальнейшем гарантии, что собака, возможно, даст побрить морду. Хотя можно и не брить, в общем-то, всю жизнь. Но к ножницам и к расческе собака должна относиться очень спокойно. Вы сами подумайте, как мастеру здесь все это подстричь, если собака не дает рядом язык, рядом нос, рядом глаза. И здесь же следующий вопрос. Если мы зацепили язык, когда мы бреем машинкой, что делать? Или, не дай бог, когда мы стригли морду ножницей? Делать все возможное, чтобы этого не сделать. Это первое. Если вдруг вы зацепили кончик языка, и это буквально прям вот небольшой такой вот прям вот маленький-маленький зацеп, то великолепно останавливает кровь в сахар, сахарная пудра или сахар-песок. Потрясающим образом, да, кровь останавливается за счет наличия сахара. Кто-то использует какие-то другие способы, но в моей практике это было дважды. Сахар спас. Я сталкивалась, что вот в машинке достаточно просто подержать рот и собака облизываясь, в общем-то, у нее это само остановится. Если резанули ножницами, то мы просто несколько часов пытались остановить кровь. Ой-ой-ой. И дом, и все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нужна ли пуделям одежда? Если это пожилая собака, ну, например, в короткой стрижке, и это зима, я бы, наверное, одела собаку, но я чаще всего одеваю не комбинезоны, а попоны. А вот непосредственно всем остальным собакам, когда начинается зима, грязь, я одеваю ботинки. То есть это то, что я одеваю обязательно. Сами комбинезоны, ну, у меня собаки в высоких ботинках сильно не пачкаются, поэтому мне этого достаточно хватает. А вот комбинезон начинает путать для меня лично шерсть, и мне гораздо сложнее потом их приводить в порядок. Поэтому я для себя приняла решение, что ботинки защищают лапы от грязи, защищают лапы от реагентов, от всей химии, которую у нас сыпят в большом количестве зимой. И вот это просто жизненно необходимо. Все остальное, это, наверное, для владельца, в какой стрижке собака коротко она подстрижена или длинно, какую активную жизнь они ведут. Там нужен дождевик, комбинезон, который от грязи во время дождя. Это личное какое-то решение каждого владельца. Мы можем так подрезюмировать, что для более мелких разновидностей они более склонны вот там замерзнуть зимой? Или любого размера пудель, хоть стандарт, хоть карлик? У меня Ми зимой гуляет без одежды. Даже в минус 30? Нет, ну в минус 30 я не гуляю долго. В минус 30 я долго не гуляю. Если достаточно адекватная температура, ее шерсти вполне достаточно, чтобы не замерзнуть. Но если мы идем на длительную прогулку в достаточно высокую, низкую, вернее, температуру, то я, конечно, может быть, ей одену какой-то жилетик, чтобы вот тело защитить от ветра, от такого сильного холода. А дальше смотреть надо по собаке. У Ми достаточно много шерсти, ее она защищает. А если это собака, стриженная в модерн, с стриженной корпусом, то, конечно, здесь жилетики. Ну, пожилым собакам я однозначно одеваю. Хорошо. А по амуниции, с точки зрения вот ошейников, что бы ты посоветовала для пуделя, что подойдет, что не подойдет? Ну, если мы будем рассматривать пуделя с точки зрения выставочной собаки, то для меня это всегда полуудавки. Вот полуудавки у тебя, это, да, как на фанечке, это синтетическая такая, она мягкая. Я такие удавки ношу зимой. То есть вот такие ошейники. А летом мы переходим на цепочки, тоже трехкольцевые, то есть удобно, что у меня карабин дальше от шерсти, что он не цепляется за волосы. А пожилые в обычных ошейниках. Это защищает шерсть от спутывания и вытирания? Это не защищает шерсть от спутывания и вытирания. Предотвращает. Это предотвращает и дает это делать в минимальном количестве. То есть если здесь длинная грива, которая не заплетена, любая цепочка или ошейник ее спутает, а если это вот разложено все по придочкам, по пельеточкам или хвостикам, то у меня это просто между резиночками совершенно замечательно проходит, не цепляет. Хорошо. Если собака в модерне, то ошейник не спутывает шерсть, не вытирает. Даже немножко спутывает, немножко спутывает. Это не так проблема. То есть если мы посмотрим, то есть вот у меня собачка стриженная в обычном совершенно ошейнике. Он достаточно мягкий, синтетический. Все, собаке комфортно, она в нем ходит постоянно. Ну, немножко на шее путается, когда я ее мою, я все расчесываю ей. Шлейки? Я не сторонник шлеек. Хотя вот сейчас почему-то шлейки стали очень популярны. Если это шлейка, нужно учитывать. Я вижу большой ряд неправильных шлеек, когда эта шлейка начинает давить на плечо-лопаточный сустав. Просто собаке больно ходить. Ну, некомфортно, я полагаю. То есть здесь они хотят снять напряжение шеи и переносят его на плечи. Смысл. Если брать уж шлейку, то такую выбирать, чтобы давление было распределялось выше самих плечо-лопаточных, не плечо-лопаточных, а плечей, чтобы вот сюда не давила собачка. Ну и завершая блог про ростовые разновидности, хочу к ним вернуться. Вот эта мода сегодня на супер-маленьких собачек, на тоев, тикап-пудели, которых привозят там с Китая и с Америки за бешеные деньги. Знаю, что ты это не любишь, не стала брать моль с собой на интервью. Расскажи, почему ты не сторонник вот этой моды? У нас есть такая тенденция, есть такой генетический мутант, который периодически выдает нам собачек мелкого размера. Первое, это генетическая мутация, это крыликизм, и если мы будем рассматривать его более серьезно, к сожалению, это нездоровое животное, животное, имеющее какой-то ряд внутренних заболеваний, это недолгожители. Чаще всего такие собаки имеют гидроцефалию мозга, аномалию строения там чего-то еще, патологии. И если мы будем говорить именно о самых мелких представителях, это нездоровая собака раз, но не 100% какая-то их часть. Какая-то их часть. Значит, дальше, что я еще наблюдаю, это проблемы в жизни и содержании. Маленькая собака, процессы в организме проходят достаточно быстро, и собака нуждается просто в постоянном наблюдении. То есть это... Она не может долго голодной остаться. Нельзя долго оставаться голодной, потому что у нее падает сахар, наступает обморок, собаки падают в обморок, и если ее не спасать, то она умрет. Гликемический крипт, гликемическая кома, да, то есть наступает от потери сахара, в общем-то, практически так же, как и у диабетиков. Следующая проблема, которая может быть, это очень травмоопасные собаки, скажем так. настолько чувствительные ко всему, с ними достаточно сложно жить в плане того, что их легко задавить, уронить, прищемить, сломать. Чем меньше собака, тем больше мы начинаем должны думать о том, как бы она осталась жива. Ну, то есть ты бы посоветовал, эти люди хотят некрупную собаку, все-таки некрупного тоя взять? Я бы лучше, наверное, все-таки осталась в ростовых разновидностях именно, ну, хотя бы там от 24 до 28 это будет хороший маленький песик, вот крошка мена совершенно маленькая, удобная, комфортная собака для дома. Вот это вот совсем маленькая, ну, я не знаю. Я честно могу сказать, у меня опыта содержания таких собак не было, но такие собаки жили у моих клиентов. И я делала, я делала им груминг, да, не все собаки жили долго. Ну, это вот, ну, как бы печальный опыт. Не хочу никого расстраивать, не хочу нагнетать как-то ситуацию никоим образом. Возможно, у кого-то такая собака прожила долгую счастливую жизнь, и я за них очень рада. Но вот мой опыт почему-то был всегда не самый лучший. лапы. 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 скажем так, меня, как владельца выставочного пуделя и пуделиста, бритье лап всегда граничится строго линией сгиба. Посмотрите, вот там, где пальчик, где я держу руку, вот все, что ниже моей руки, я это всегда сбриваю, а все, что выше, это уже ножки. Но очень часто владельцы, думая, что гораздо проще будет ухаживать, если пол ноги сбрить, просят побреть выше. По колено. Да, по колено. Ну, кто-то бреет, да, кто-то бреет и живет счастливо. Мне, для меня лично, мое эстетическое представление о пуделе не позволяет это сделать, поэтому я брею исключительно таким образом. Я могу внизу шерсть покороче пострить на штанишке, но не побрить. Значит, можно еще проверить таким образом. нагнули лапочку и у вас вот здесь будут суставчики. Когда я сбрею, будет видно. Первое, что я делаю, я снимаю всю шерсть сверху. Здесь самый короткий нож. Да, здесь у меня будет самый короткий нож или миллиметр. Давайте так, один миллиметр. Для других окрасов тоже миллиметр дала? Да, Даш, я бы взяла, посоветовала взять миллиметр. Это лучшим образом очистит шерсть, но если же у собаки чувствительная кожа раздраженная, то берем нож повыше, например, ближе к полутора миллиметрам. Но запомните, чем выше нож, тем сложнее пробрить. Чем выше шанс порезать или нет? Да нет, чем сложнее вычистить даже. Порезать можно любым ножом, поверь мне. Дальше я выбриваю, посмотрите, вот так вот все внутри, полсантиметрика над пяточкой, чтобы у меня здесь линия сложилась. придерживая края, дочищаю все, что у меня торчит здесь. И мне осталось постричь только между пальчиками. И здесь я действую спереди. То есть, обратите внимание, я убрала все, что сверху, все, что внутри, чтобы было видно пальчики. И мне не мешала шерсть сзади. И половинкой ножа здесь, половинкой ножа здесь, пальчик у меня при этом посередине, там, где вот эта перепоночка, вот она. И таким образом я не даю возможность порезать. У нас многие владельцы даже не пуделей в осень просят выбривать вот эти пуделиные лапки, потому что это очень удобно, когда грязно. Конечно, конечно. Поэтому я с вами брею гораздо чаще, чем владельцы сами, да, бреют. И я стараюсь, чтобы у меня лапка всегда была чистая, и у меня минимум грязи, что тряпочкой протер. То есть, когда собака... Какой период мы не бреем лапы? Какой период мы не бреем? Зимой даже. Когда очень холодно. Я могу, например, январь, февраль, когда самые морозы, брить по минимуму или оставлять чуть больше шерсти на лапе, на пяточке, чтобы немножко защитить ее. Сапоги были на меху. Да, сапоги на меху. Но вы помните, да, что я зимой обязательно обуваю собак, потому что у нас везде реагенты. Где не обуваю, это когда мы выезжаем куда-то на природу, в лес, там, где чистый белый снег или когда еще выпал снег, но не вышли дворники. Такое счастье. Пять минут счастья, рано утром выйти раньше, чем дворники и погулять по чистому снегу. Вообще просто безумие. Да, лапочки мы побрили. Стрижка паха. Мы простригаем в данном случае петлю. Нож длинный. По шерсти с боков, я обычно с боков и сзади делаю. Дальше до пупка по шерсти я состригаю животик, немного выходя внутри на боковую поверхность ноги, не заходя слишком глубоко, а иначе сзади будет кавалерист у вас. Все. В принципе, бах, посрежем с одной и с другой стороны. Спасибо. Пожалуйста. Для кобеля? Для кобеля все то же самое, да. Тот же самый принцип. Ни в коем случае мы не бреем против шерсти, только пол. Оль, мне бы хотелось, чтобы мы показали гиену в области анального отверстия и у меня еще последний глобальный вопрос, о котором мы не поговорили. Выпилить, Шура, я покажу. Значит, мы с вами будем сейчас стричь около анального отверстия и здесь первое, я ставлю на самое длинное положение ножа и я постараюсь около анального отверстия стричь к анальному отверстию с боков, так, чтобы не подстричь слишком коротко, чтобы не кололось. И посмотрите, небольшим треугольничком под анальное отверстие и, в общем-то, вот. Можно простричь, все основание хвоста по кругу, такая как бы ножка получится у нас порастриженная, но мы этого делать сегодня не будем, у нас тут перспектива смены стрижки. Отлично, и мы переходим к вопросу стрижек. Да. Пудель это одна из немногих пород. Единственная, абсолютно. В стандарте большое количество стрижек. как понять, в чем ходить, во что стричь собаку, в чем вести или не вести ее на выставку. Значит, у пуделя не просто много, у пуделя шесть стандартных стрижек, шесть, шесть. Шесть окраса, шесть, шесть стрижек. Да, и каждая из стрижек имеет полное право на любой титул, потому что мы смотрим на выставке не на стрижку, а на экстерьер, то, что под стрижкой. Как поступить с владельцем? Загуглить стандарт породы пудель и увидеть там описание всех шести стрижек? Есть, да, у нас есть сайт РКФ, на РКФ есть стандарт пуделя и приложение к стандарту описание шесть стандартных стрижек. Даш, я сразу хочу сказать, написанный, наверное, это комментарий к стандарту много лет назад с небольшими дополнениями, и кто писал дополнение, скорее всего, не грумер нифига. Поэтому оставите в описании для вас оставить ссылки на эти документы, чтобы было проще искать. У нас здесь короткий модерн, не выставочный. Да, ну, он почти уже скоро может стать выставочным, через месяцок. Значит, давай перечислим выставочные стрижки, хорошо? Да. Скандинавский лев, это нынче самая популярная у нас стрижка. Но он в стандарте называется... Папик лип. Континенталь, классический лев, английское седло. Это английский лев также. Это английский лев, так же мы можем его назвать. И два коротких варианта. Это модерн и вариация, наверное, все-таки от модерна. Стрижка ветеран, где у модерна уши и на хвосте помпон, а у ветерана по, скажем так, названию больше эта стрижка называется не ветеран, а терьер-клип, т-клип его называют в Европе. Т-клип, где уши и хвост состригается, как у терьера, в общем-то. То есть стрижка под терьера. И наличие усов допускается на любых стрижках. Если мы на картинке видим, что это на ветеранской стрижке, но также это может быть на том же другом. Название ветеран не означает, что только ветеран в классе собак может ходить на выставку в этой стрижке. В любом возрасте даже молодая собака имеет полное право получения титула в этой стрижке. В любой из шести стрижек. В любой. В любой, абсолютно. А как тогда выбрать, какая стрижка подходит? Потому что одни ростовые разновидности ходят больше во львах стандарты, например, большие пучки путили, а вот малые Даш, ну, во-первых, это, наверное, предпочтение и возможности владельца. Вот лично мне стрижка скандинавский лев нравится больше всего. Поэтому я своих собак только в скандинавских ростовах выставляю. Дальше был опыт одевать мою собаку, например, в стрижку английское седло, но почему-то английское седло для очень многих судей непонятно. Непонятная стрижка и собака, которая выигрывала у меня очень много выставок именно в этой стрижке, просто вообще перестала выигрывать. Я с ней ходила. Да, с киви. Я же киваву еще выставляла в этой стрижке. Так вот, я поняла, что для судей эта стрижка непонятна. Эта стрижка более популярна, например, в таких странах, как Америка. Там я чаще встречаю собак в этой стрижке. Иногда в Англии, в России, в Европе все-таки у нас преобладают самые любимые стрижки. Это континенталь. Чаще всего большие пудели в континентале, иногда я вижу тоев, наверное, с чуть более ярко выраженными углами сочленений. Малые, миниатюрные, больше предпочитают стрижку скандинавский лев, потому что она, наверное, одевает и подчеркивает собаку более полноценно, более качественно. Мы можем подчеркнуть какой-то силуэт. Ну и вот для меня она лично более эффектна. Супер. Наверное, владельцам мы можем порекомендовать найти грумера-породника, который под экстерьеры собаки порекомендует подходящий вариант. Ну, исходя из количества шерсти. Да, да. Но мы должны не забывать о любимой народом, вот, любимой, наверное, в жизни и удобной в жизни стрижки модерн. Более короткий вариант, удобен для содержания дома, а более длинный и более пышный вариант, который сделан руками, не машинкой с бритой, корпус, да, а он подстрижен руками, более такой, как бы, объемный, он великолепно может получить на выставке все титулы, претендовать на победу. Не все судьи его любят, но помните, что у нас есть стандарт, и при любых, как бы, таких моментах, когда и судья вам говорит, что что-то вы неправильно подстригли, вы открываете стандарт, и у вас там написано все, что можете, имеете право выставлять так собаку. Это сложный вопрос. Пожалуйста. Последний вопрос. Давай. Чего нельзя делать с пуделью? Нельзя мыть хозяйственным мылом и, наверное, держать в клетке. Все-таки пудель это та собака, которая направлена на коммуникацию, на контакт с человеком, и пуделю хорошо жить рядом с человеком. Это собака, которая должна жить рядом с нами. Оль, большое спасибо за желание поделиться таким огромным накопленным опытом, своей любовью к пародии, которой ты когда-то заразила меня. Надеюсь, что заразила и вас, всех тех, кто дотянул досмотреть до конца. Обязательно напишите, дайте нам обратную связь в комментариях, как вам такие объемные выпуски заходят, ну и красивых таких пародных, послушных вам пуделей. Спасибо за субтитры!